Как вы считаете эффективность рекламной кампании? Или что-то еще. Это отдельные каналы. Каждый канал просчитывается индивидуально. Задача просчитывать все. Если мы чего-то не считаем, то значит мы это практически не контролируем. То есть нельзя просто спустить денег на Яндекс.Директ. Мы потратили кучу денег на рекламу и в интернете реклама не работает. Привет, весь мир как-то продает, но у тебя не работает. Что значит не работает? Вопрос конкретного канала, конкретного продукта, конкретной целевой аудитории, конкретного оффера. То есть какое объявление, на какую потребность и на какую посадочную страницу ведет. То есть это очень как бы такая кропотливая работа. Не сказать, что она какая-то сильно сложная, но она зараза кропотливая. То есть надо руками все перебирать, смотреть, либо автоматизировать процесс. Ну то есть не всегда это... Не у всех это автоматизировано, но всегда можно руками просмотреть, по каким каналам что вы запускали и какая у вас идет. Что касается самой по себе, какая конверсия там правильная или неправильная. Здесь тоже нет такого ответа. То есть есть эффективная и неэффективная история. И это не зависит от того, это там диджитал, это реклама или это какая-то еще другая. Если у вас магазин, например, ну то есть вы же понимаете, что если вы открыли магазин в лесу, то к вам никто не придет. Ну то есть это же как бы такая... Что вы там не делаете? Какие вывески вы там не делаете? Какой вы этот самый? Если это не на трафике, то у вас ничего не будет. Если вы построили магазин на трафике, и у вас там все хорошо с наполнением, с ценовой политикой и так далее, у вас всегда будут деньги, даже если у вас там вывеска будет не очень. То есть здесь всегда нужно считать вот эти вещи совершенно конкретно. И очень важно, кстати, нужно уходить от этих общих слов. Какая реклама лучше? Ну то есть для кого лучше? Для кого и какая? То есть каждый раз мы все время должны, как только появляется какое-то общее слово в компании, на языке, то есть все время нужно задавать вопросы, что конкретно вы имеете в виду. Потому что даже для себя. Потому что мы по-разному, одно и то же мы понимаем по-разному совершенно. И очень важно делать вот такую расшифровку каждой позиции. Еще какие-то вопросы? Еще вопрос. Имеет ли смысл делать вебрендинг масс-маркетовых индеек продуктов с повышением цены на полуке или проще сделать сразу на полу? Фу, блин. Ну вот опять же такие. То есть в каких-то случаях имеет, в каких-то не имеет. Потому что если вы выпускаете дешевый товар с херовыми характеристиками, и вдруг вы его начинаете переупаковывать в хорошую упаковку, в такую блестящую, да, там черную, делать из нее премиум, а сам по себе продукт не меняется. То есть вы не повысили качество продукта, вы не изменили бизнес-модель, вы не поменяли свойства, то через какое-то время потребитель начинает понимать, что его просто нагрели. То есть он начинает говорить, о, так я же плачу просто за упаковку. У кого было такое ощущение, когда вы покупаете товар, вы говорите, так я просто переплатил за упаковку. Очень часто такое бывает. Поэтому каждый конкретный продукт, опять же, нет каких-то единых правил. Потому что если было бы какое-то единое правило, то оно было бы такое общее правило для всех, то существовало бы только оно, и никаких других не было правил. Мы бы с вами тут не сидели бы и не пытались найти какие-то ходы. В каждом конкретном случае нужно рассматривать каждый кейс индивидуально. А тогда такой еще вопрос. Получается, если у нас есть несколько каналов рекламы, берем Директ, Яндекс Директ, берем Инстаграм, Финсбук отдельно, отдельно Билборд висит, отдельно сайт, ну, то есть как-то висило. И, соответственно, если ты хочешь посчитать свою конверсию, да, сколько у тебя, ну, продажи, все остальное, то ты без тестирования и отключения по очереди каждого канала, ты, опять же, попадание за счет этого на дополнительные деньги, ты никогда не сможешь конкретно сказать, какой канал работает. Нет, конечно. Это же, может быть, второе, третье касание твое. Ну, где-то увидел баннер, если ты его отключишь, оттуда не идет, например, да, с Фейсбука не покупают. Но убрал рекламу и... Часто помогает, просто выключаешь всю рекламу, у тебя ничего не меняется. Такое бывает. И здесь, опять же, надо смотреть, потому что в каждых конкретных случаях, опять же, есть вещи, ну, в 90% случаев, если вы не ведете подсчет каналов, то вы, в общем-то, не до конца понимаете, как это все работает. А если вы до конца не понимаете, как это работает, то вам трудно понять, ну, например, мы используем там три канала, там, или четыре, например, да, ну, логично, что если там по каждому из этих каналов будет разная конверсия, понятно, будет разная стоимость клиента, будет разная история. Задача выбрать наиболее, ну, в какой-то момент времени это может быть, то есть мы смотрим, что, например, там, с Яндекс.Директа наша услуга продается лучше всего, конверсия выше, ценник ниже, то есть платим мы меньше, то есть стоимость клиента ниже. Ну, логично взять ресурс, сфокусировать на него и забрать оттуда весь рынок. Ну, то есть потому что до какого-то, это работает до какого-то момента, потом ты перестаёшь работать, и есть так называемые окна возможностей, они открываются, как в кино, там, успел перепрыгнуть в будущее или не успел. Ну, вот, то же самое здесь, открылось окно возможностей, вы фокусируете туда финансы, собираете всё, что можно, дальше у вас есть план, как делать, делать по-другому. Чаще всего так работает. Ну, что ж, переходим к инструментам, то есть большой блок, петля ценности. Так или иначе, наверняка, вы где-то там читали какие-то вещи, где-то это всё пересекается, вам это будет что-то напоминать, и это хорошо, потому что здесь, как идут продажи, вот, ну, шёл какую-то такую картинку тупую, но оно, в общем-то, правильно всё отражает. Смысл в том, что на сегодняшний день, если, как бы, мы берём, так, ретроспективно российский рынок, то он начинался с дефицита, то есть в мире такого нигде нет, ну, в смысле, в нормальном мире. То есть там всегда была рыночная конкуренция, всегда была рыночная ситуация, рыночная конкуренция всегда, которая приводит... У нас исторический бизнес возникал на дефиците, то есть то, о чём я уже говорил, у вас есть там что-то, вы говорите, у меня есть красные рубашки, к вам очередь выстраивалась за красными рубашками. Сегодня красная рубашка есть у всех, и бизнес начинает уже гоняться за потребителем, потому что, ну, первое, там, в России специфика своя, то есть количество людей немного уменьшается, люди становятся беднее. Значит, очень важно понимать, что дорог каждый клиент, люди начинают бегать и пытаться там ухватить клиента, и вся система продаж выстраивается даже в B2B. Ну, то есть становится более агрессивной, более навязчивой, да, так сказать, и люди начинают, ну, на эту тему раздражаться, в общем, никому не нравится, когда они что-то навязывают, особенно, когда тебе в 12 ночи звонят на домашний телефон и говорят автоматическим голосом, юридическая компания, рога и копыта предлагает вам там какие-то эти вещи, да, так сказать. Согласно федеральному законодательству, вы имеете право хранить молчание, да. Значит, и вся система продаж, когда, если вы там бывали на тренингах по продажам, то они тоже строятся вообще-то нехитрым образом. То есть на тренингах говорят чего-то, они говорят, ну, типа, вы не должны сразу продавать, вы должны спросить про кота. Ну, то есть называется, типа, как дела, как погода? Ага, дети, ну, дети, хорошо. Слушай, у меня есть такой продукт, вот, значит, это называется спросить про кота, значит, и как будто эта модель, типа, работает. На самом деле это давно уже не работает, потому что все понимают, что вот как только у тебя спрашивают про кота, то следом тебе начнут что-нибудь втюхивать, и вот. Поэтому вот так вот выглядит сегодня продажа, ну, кстати, не только в России, но в России-то сейчас, ну, мы просто, как, у нас машина времени такая, мы отстаём там от Запада на много-много лет, вот. А если вы приедете, например, и в этом есть преимущество, потому что ты понимаешь, что происходит там, и вот эта машина времени, ты можешь, как бы, вот эту ситуацию спрогнозировать, там. в каком-то моменте, допустим, какие-то страны, которые бывшие, там, союзные республики, там ещё больше отставаний. И ты, когда приезжаешь туда, то ты вообще понимаешь, что, блин, это называется, вот бы мои мозги 30 лет назад, вот я бы тогда бы, вот. Вот, да, то есть, вот эта история. Поэтому мы говорим о том, что как у нас устроены продажи, то есть, и этот вопрос я вам задавал, принципиальный вопрос, да, по поводу удовольствия, с кем работать, да, будем ли мы получать удовольствие и развитие, и от развития бизнеса, где клиенты, люди, которые вообще мы не понимаем, да, и мы как-то так уже все на эти вопросы ответим. Насколько было бы здорово создавать, развивать бизнес, где люди, где мы понимаем людей, где мы их ценим, где нам интересно, и самое главное, что мы становимся интересными этим людям. Это такая двухсторонняя игра, потому что вопрос-то очень простой. Сколько клиентов вам нужно? Сколько клиентов в вашем бизнесе реально вам нужно? Ну так, больше тысячи клиентов не нужно никому, по большому счету, потому что даже, ну, за редким исключением, есть там гипермаркеты, есть там еще какие-то вещи, потому что даже любой магазин у дома, кто-нибудь работает в ритейле? Даже большой магазин у дома, сколько в среднем, там, в супермаркете, там, перегрездок какой-нибудь, да, рядом с вашим домом, какое количество людей заходит и топчут там пол ежедневно, так вот, как вам кажется? В день? Средний магазин у дома – это 300-500 человек в день отбивает, больше он отбивает. Поэтому в редких случаях, когда вам нужно, если у вас битубишный бизнес, то вам вообще, ну, как бы, вам не нужны даже сотни, надо, клиентов. Вам достаточно, может быть, там, десяток клиентов, которые хорошо платят деньги, у вас все хорошо выстраивается. И стоит вопрос, как нам этих клиентов найти, то есть, как нам их привлечь. И здесь очень сильно помогает история одного такого профессора, Дезмонд Моррис, это американец, он зоолог. Его можно не читать, потому что все, что там написано, я вам расскажу в ближайшие три минуты. Господи, какой скорость преподаватель, а все остальные, вон, вон, читаете. Зачем? Ну, в смысле, я же сказал, что знания, они просто ухудшают нашу жизнь. Чем больше знаешь, тем больше вопросов. А бизнес – это простая история, потому что в бизнесе все довольно просто. Если в бизнесе все выглядит сложно, то это очень плохой бизнес, потому что, на самом деле, в любом бизнесе все процессы очень просты и понятны. Так же, как и с нашим зоологом, который под конец своей карьеры, он решил, он все время изучал животных, даже перед выходом на пенсию, он говорит, дай-ка что-то, ну, как-то неинтересно, на людей посмотреть. И он задался вопросом, как люди, до какого-то момента даже не знающие друг друга, через какое-то время оказываются вместе в одной постели. Заводит семьи там, то есть, ну и так далее. И он, когда провел эти исследования, у него получилось 12 шагов, 12 шагов близости, которые очень сильно коллерируют с тем, что мы делаем, в общем-то, в бизнесе. И вот эти шаги очень просты. То есть, сначала мы видим, потому что я даже не записываю, это не важно, потому что вы это проходите каждый день. То есть, мы сначала видим какого-то человека, он нам кажется интересным, да, то есть, мы заинтересованы, потом мы хотим как-то познакомиться, подходим, задаем какие-то вопросы, разговариваем. Потом мы можем как-то пригласить на чашечку чая, потом мы там можем как-то за ручку подержаться, в общем, и постепенно, 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 все это доходит до 18+. Но смысл в том, что важно, что это не количество времени через какое-то проекте происходит, оно может произойти за год, может произойти за месяц, может произойти, не знаю, за один вечер. То есть, но смысл в том, что если мы какие-то этапы начинаем игнорировать, как в кино, там, да, там, типа, дорогой, сделай мне монтаж. Ну, то есть, если мы здесь начинаем делать монтаж, то, в общем-то, вероятность того, что что-то получится очень низкая. То есть, нельзя подойти к незнакомцу и вдруг начать его трясти за руку. Ну, то есть, мы подумаем, что это за идиот какой-то, да, а тем более, это погладить по голове. Ну, то есть, даже сказать здрасте, несмотря в глаза, выглядит странно. То есть, все равно происходят вот эти этапы, которые мы так или иначе проходим. И, опять же, неважно, сколько времени. То есть, здесь вопрос не во времени, а в процессе этапа. Мы можем перескочить, может быть, через один, но маловероятно, что если мы пропустим там три-четыре этапа, и увидели человека, и тут же сказали, о, слушай, ты мне понравился, выходи за меня замуж. Ну, как-то это в кино бывает, но, в общем, в жизни это какая-то, в общем-то, в общем-то, странная история. И вот эти 12 шагов, через которые мы все проходим так или иначе, то есть, у нас в бизнесе проще. Их там не 12, их чуть меньше, их там 8. То есть, я, в общем-то, к этому и подвожу. Но задача в том, что если мы не проходим эти этапы, то у нас, в общем-то, результат такой не очень адекватный получается. То есть, при этом мы говорим про отношения такие типа серьезные, то есть, не про отношения за деньги. То есть, вот 12 шагов в близости, и дальше мы посмотрим, как это возникает в бизнесе. Потому что неважно, какой мы бизнес ведем, как бы вы там ни называли, там, B2B, B2C, там, ритейл и так далее, то есть, мы все равно взаимодействуем между людьми. То есть, у нас отношения происходят, ну, так сказать, human to human. То есть, мы между людьми, поэтому мы всегда, даже если мы работаем в ритейле, например, да, где у нас там нет прямого контакта, мы все равно формируем вещи, которые мы понимаем, что все равно с нами работает какой-то там продавец, там, да, или так далее. То есть, мы все равно работаем через, между людьми, отношения выстраиваются между людьми. Как выстраиваются отношения, вот эти 12 шагов, как они в бизнесе выглядят? Они выглядят как 8 шагов, но прежде чем я скажу, я хочу, что вот это важно записать, мне кажется, потому что роль маркетинга в реальности – это тихо и незаметно провести клиента через все стадии ценностного путешествия. Ценностное путешествие, вы наверняка что-то знали, слышали, читали, и, может быть, даже знаете это хорошо. Но дальше вам на примере наших американских коллег я вам покажу схему, по которой мы работаем уже много-много лет, и которая себя давно оправдала, и которая, на мой взгляд, является вообще базовой в маркетинге. То есть наша задача – взять клиента и провести его полностью. От того момента, как мы с ним не знакомы, то есть мы не знаем, он нас не знает, до того момента, когда он становится нашим бренд-амбассадором, когда он говорит, да, покупайте только эту продукцию, да, и так далее. Как все это выглядит? Мы называем это «Ценностное путешествие клиента», и вот они, 8 стадий, которые существуют. Это как раз схемка из Райана Дэвиса, то есть из Gidgestone Marketer. И тут все очень просто, да, то есть у нас есть, мы сопоставляем это с теми 12 шагами, у нас есть известность, если мы ничего не делаем, то никто не узнает, что мы производим, то есть у нас должна быть какая-то известность, да, и, как правило, должно быть понимание, как клиенты о нас узнают. Второй момент, то есть мы увидели человека, да, такой, ну, типа, ну, интересно, да, то есть как вовлечь клиентов, нам нужно как-то познакомиться. Чаще всего мы предоставляем какой-то интересный контент, и там много есть механизмов, как это делать, то есть мы сейчас не углубляемся в саму технологию, потому что каждый из этих пунктов можно расшифровывать достаточно глубоко, что и нужно делать на практике, да, так сказать, увлечение, то есть мы должны быть интересными для наших потенциальных клиентов, что мы делаем дальше, чтобы мы, эти клиенты, стали нам ближе, подписались на нашу рассылку, или там взяли нашу карточку, то есть мы должны сделать что-то, чтобы на этих этапах еще нет денег, то есть здесь нет никаких денег, здесь нет ничего, то есть мы выстраиваем отношения, то есть у нас этапы знакомства, то есть мы не приходим в бар и говорим там, о, слушай, я хочу жениться, вот не выйдешь там за меня замуж, да, то есть нет, или там, слушай, ну давай поедем в отпуск, хорошо не замуж, а поехали со мной там на море в отпуск, ну опять же, ну типа ты идиот, девушка может бы поехала, но нормальная девушка не поедет с первого раза, поэтому мы должны выстроить какой-то ход, который... Значит, и следующий этап это конверсия, вот здесь как раз, когда срабатывает идеальный оффер, это то предложение, от которого сложно отказаться. И здесь происходит первый обмен, то есть что такое первый обмен? Первый обмен это либо мы, если мы клиенты, то мы платим какие-то деньги небольшие, либо мы тратим какое-то свое время на то, чтобы погрузиться в процесс. Если мы как раз что-то продаем, то мы как раз, наша задача получить первые деньги, или получить какой-то интерес, чтобы наш потенциальный клиент потратил на это время. То есть происходит первый обмен, вы мне скажите, почему это важно? Почему именно этот этап, он достаточно важен? То есть что здесь происходит на этом этапе? На этапе вот этого первого обмена, то есть когда у нас незнакомый человек, вдруг нам... Ну в магазинах часто бывает, вы там приходите в магазин, там не знаю, там заходите в какой-нибудь там парфюмерный магазин, он говорит, ну вот вам на входе дают там какую-то бумажку сразу, да, там такую вонючую, а понравилось, ну вот можете купить пробничек, да, если понравится, то потом будете покупать. Ну такой первый обмен происходит, да, то есть или подписка на Netflix первые две недели бесплатно, что-то такое, да, то есть это какая-то первая такая история, то есть возникает первая штука, когда мы переходим. И почему это важно? Что здесь происходит? Какое чудо здесь случается? Как платье примеряешь на себя. Еще раз. Как платье примеряешь на себя твоего платья. Ну здесь вот уже происходит, вот примерили вы, может быть, вот здесь вот, да, платье, то есть вы уже примерили, вы еще не приходите. Процесс первой сделки, грубо говоря, то есть почему важна первая сделка? Нет, подтверждение, такое пробное подтверждение, это здравый такой. Но человек точно понимает, что он берет, то есть это многотапешки, а... Ну он еще не понимает, вы делаете предложение. Да, он очень не понимал. Ну смысл в том, что на самом деле здесь происходит чудо следующее, то есть человек из потенциального клиента, он превращается в настоящего, то есть он вам платит деньги, или он вам посвящает много времени. То есть здесь происходит как раз переход человека, и на этом этапе очень важно, что когда мы делаем какой-то оффер, я там поясню, например, и следующий-то шаг какой должен быть? Мы должны от этой первой сделки получить обратную реакцию, и обратная реакция, ну как минимум, это улыбка у клиента. То есть он должен сказать, о, как круто! То есть что мы видим на практике в российских магазинах, например? Ставится какой-нибудь дешманский товар по низкой цене, с низким качеством, вешается там баннер, приходите подешевело, люди приходят, покупают, ну как бы дешево, это же привлекательно, но при этом покупают продукт, который говно. Приходят домой и понимают, что их, ну просто обманули. То есть происходит то, что нет никакого удивления, нет никакого вау-фактора, нет вот этого удовлетворения, когда человек говорит, ну круто же, я вот ничего не заплатил там практически, да, вот у меня вот столько ценностей мне тут дали. И если этого не происходит, то нужно, конечно, возвращаться снова к этому этапу и добиваться для того, чтобы этот первый оффер был такой, чтобы у человека было удивление, радость, и тестирование радости – это обычная улыбка. Просто неважно, в любом бизнесе это может быть. Может быть абсолютно в любом бизнесе. И если это происходит, и именно вот на этом этапе конверсии чаще всего, ну во всем развитом мире, люди здесь теряют деньги. Ну то есть, как правило, первый оффер – это то, что, ну как бы люди не зарабатывают. В России пытаются заработать на первой сделке, потому что рынок позволяет еще это делать. Ну уже не везде, но еще где-то позволяет. Но в целом уже, ну там, где есть конкуренция, вы на первой сделке, скорее всего, никогда не заработаете. Но если вы сделали все правильно, если вы сделали хорошее предложение, если человек получает хороший продукт, то следующим этапом у него происходит все. Он начинает покупать ваш основной продукт. Почему нам нужна линейка продуктов, о которой я говорил в самом начале? Если у нас только один продукт, то мы… То есть что происходит сегодня в рекламе и в маркетинге? Люди пытаются пожениться с первого раза. Ну то есть они дают рекламу и начинают рекламировать основной продукт. Замечали, да? Сразу там, приходите там, наша дизайн-студия, самая дизайн-студия и среди среди дизайн-студий. То есть люди пытаются сделать монтаж, то есть пропуская все основные этапы, пытаются и на этой почве начинают, во-первых, конкурировать, во-вторых, с точки зрения 12 шагов, это «Привет, меня зовут Алексей, выходи за меня замуж». Ну то есть это вот так вот звучит. То есть почему я, с какого переплуга я должен отдать деньги, с какого переплуга я должна выйти за кого-то замуж, я даже не знаю этого человека. То есть происходит что? Происходит попытка рекламировать, это называется «Привет, купи». Ну то есть вы идете, он говорит «Привет, у меня там значок какой-нибудь, купите хороший телефон». То есть вы не будете этого делать, то есть ни один нормальный. Но почему-то в бизнесе думают, что так работает. И очень много мы видим рекламы, это прямая реклама основного продукта, когда сразу пытаются предложить основной продукт. И это ключевая проблема развивающихся стран, что люди пытаются сразу… И потом еще удивляются, типа «Ну раньше же так работало, ну 15 лет-то назад то уж точно так работало, ну конечно 15 лет назад так работало». Ну и сейчас же существует бизнес одного продукта, который сначала говорит «Вот основной продукт, а потом уже получается на допниках живет к нему». Ну обычно линейка продуктов, она представляет из себя более сложную схему, потому что вы что-то покупаете, ну не знаю, Netflix, да, вы там неделю пользуетесь, там две бесплатно, вы смотрите, тестируете, если вам понравилось, там у вас там цена и все остальное, вы там дальше там подключаете, и подписка у вас там там каждый месяц, вы там платите по 10 баксов. Ну и все, то есть это нормально. Значит, поэтому ситуация очень простая, то есть когда мы начинаем рекламировать сразу свой основной продукт, то есть это серия «Привет, купи», вот здесь начинается обломок. То есть здесь как раз возникает и недовольство, что мы тратим кучу денег на маркетинг, на рекламу, это все ничего не работает, клиенты не идут, и вообще не все какие-то козлы. То есть вот эта ситуация, это «Привет, купи», она в общем-то нифига себе не работает. Но как только мы проходим немножко другой этап, такой, ну мы это называем такой плавный вход в воду, потому что есть такое понятие, как ценность клиента на протяжении всего жизненного цикла. Если с нами клиент, почему я в самом начале говорил, что важен не продукт, а клиентская база. Если мы понимаем, что у нас есть клиент, который доволен нашей какой-то работой, сервисом и так далее, то в принципе он нас будет покупать на протяжении всего жизненного цикла, и мы можем ему что-то допродавать, и он все время будет покупать, и до тех пор, пока мы не облажаемся. И если мы все делаем правильно, то после того, как клиент купил основной продукт, то мы можем делать уже до продажи. То есть мы уже можем делать апселлы разные, то есть купи, то есть человек приходит, покупает автомобиль, то есть это автомобиль, например, да, идеальный оффер, это что может быть? Это может быть тест-драйв и так далее. То есть у нас есть основной продукт. До продажи, пожалуйста, все что угодно. Багажники для лыж, там, коврики, телевизоры, там, аудио, там, навороченную систему, пожалуйста, да, продавайте. Если вы делаете все правильно, клиент начинает это все покупать. Если вы делаете все вообще абсолютно правило, то через какое-то время клиенты становятся адвокатами. То есть они будут вас защищать в социальных сетях. Например, там кто-то пишет, вот полетел, там, авиакомпания, там, Пупкина сыновья, мне не понравилось, все было плохо. Ему в ответ, ему в ответ там пишут, да, ты сам козел, потому что на самом деле летаю там 10 раз, и было все хорошо. Ну, как бы, то есть люди начинают, если вы делаете все правильно, люди начинают становиться вашими адвокатами, при этом вы не платите им деньги никакие за это, то есть они просто оставляют какие-то отзывы, то есть они говорят, да, мне все понравилось, вот я там сомневался, и вот тут как бы все вот эти доказательства, они работают только на вас. И на восьмой стадии, когда происходит еще одно волшебство, это когда клиенты начинают вас промоутировать, вне зависимости от того, платите им деньги или нет. Они сами начинают предлагать, они сами начинают каких-то разговоров, говорят, вот иди сюда, покупай вот эту продукцию, и именно на этом этапе возникает понятие брендинга. То есть бренд возникает не тогда, когда нарисовали логотип, а когда у нас появляются рекомендации, когда люди начинают нас рекомендовать другим. Причем не просто защищать на седьмом этапе, типа если там возникает какая-то спорная ситуация, они начинают активно нас промоутировать. Мы можем за это платить, в некоторых случаях за это платится, в некоторых случаях за это не платится, там в зависимости от типа бизнеса, но формируется вот этот вот промоушен. И, собственно говоря, почему петля-то? Потому что на самом деле дальше все происходит снова и снова. То есть мы это зацикливаем, и у нас этот процесс возникает в том плане, что мы на каждом этапе должны следуя этой петле, то есть мы понимаем, на каком этапе. Если мы где-то лажаемся, нам нужно возвращаться на предыдущий этап и рассматривать все это заодно. Но само по себе, с точки зрения брендинга, сам по себе бренд, он возникает как бонус от того, что мы делаем. Это не сформулированная какая-то история. Сейчас мы создадим бренд какой-то такой в этом космосе, да, и потом мы его будем как-то продвигать. Да нет, но мы сначала делаем продукт, мы сначала делаем сервис, мы сначала делаем наших клиентов счастливыми, мы заставляем их улыбаться, и после этого они начинают нас рекомендовать. Ну вот так работает реальная схема во всем мире, во всех видах бизнеса, неважно чем бы вы ни занимались. Начиная от самозанятости там, я не знаю, от каких-то там вещей, до больших бизнесов. Если вы делаете все правильно, то у вас так и происходит. Если вы делаете все неправильно, то нужно пересматривать свой бизнес-модель, то есть в каком месте у вас это страдает. Но здесь есть одна особенность в этой схеме. Маленький секрет, потому что с чего надо начинать выстраивать модель, согласно этой схеме, с какого квадратика? С хорошего предложения. С конверсией. С конверсией. Еще какие-то мнения? Потому что если вы доведете с известности, и вы увлечете, но вам нечего будет предложить, то вы снова откатываетесь на известность, и снова вам нечего предложить. Логично. Есть еще какие-то мнения? С основного продукта. Вот. С основного продукта. Начинать нужно с основного продукта, и потом отматывать все назад. То есть вот у нас есть автомобиль, как основной продукт. У меня просто есть клиент, есть крупнейшая компания, которая занимается поставками автомобилей, 14 дилеров по всей стране, таких в 14 регионах. У нас есть основной продукт, то есть автомобили разных марок. Но мы должны, и мы понимаем, что люди на самом деле, которые решили себе купить автомобиль, не факт, что тот автомобиль, который они первоначально себе планировали, они его купят. Потому что когда я планировал себе покупать Land Rover, я уехал на Вольф. Ну то есть вот, вроде бы товар дорогой, ну такой недешевый, но ты переключаешься очень быстро. То есть ты в какой-то момент можешь переключиться, по разным причинам. Поэтому у нас есть основной продукт, и мы должны, исходя из основного продукта, делать обратную схему, и понимать, и только после этого заниматься рекламой, что-то делать, вырабатывать какой-то контент какой-то вырабатывать. То есть мы должны понимать алгоритм, по какому алгоритму мы возьмем клиента, и как мы его за руку протащим через нашу систему. Если у нас нет основного продукта, то вы хоть убейтесь, хоть зарекламируйтесь. То есть вы любые деньги спустите в рекламу, у вас результата не будет. Потому что вы, ну как бы человек, который не проходит этот этап, здесь очень низкая будет конверсия. Это, ну это же проблема, здесь есть случайные продажи всегда, то есть когда срочно, вдруг, случайно, накинулись, ну и как бы вот совпало. То есть человеку прямо сегодня нужно вот это, сегодня он увидел рекламу и пошел, у него нет времени копаться, и он тут вдруг почему-то вас купил. Обычно все равно проходится несколько стадий, когда человек принимает решение, есть такое понятие, как дерево принятия решений. То есть человек выбирает между этим и этим, на разных стадиях, вот у него, он ощущает потребность, мы ощущаем какую-то потребность, мы сначала ищем какую-то информацию, потом мы начинаем сравнивать, потом мы начинаем тестировать, и только потом мы что-то делаем. Опять же, это может проходить по времени достаточно быстро, может проходить достаточно долго, в зависимости от товара, но мы проходим через эти стадии так или иначе. Если это не учитывать, а пытаться просто отсюда перепрыгивать сюда, это вопрос просто бюджетов и затрат, чрезвычайно лишних затрат. Поэтому в большинстве случаев сегодня, когда мы приходим в любую компанию, я могу смело сократить бюджетную рекламу на 50%, и при этом я увеличу количество клиентов в этой компании, потому что все работают примерно таким образом. Это большая проблема, потому что выстраивать алгоритм – это сложное занятие. Очень легко сразу, так сказать, рекламировать свой основной продукт, но при этом вы будете терять основную часть клиентов. И вопрос еще другой. Когда мы так делаем, возникает еще одна история. То есть мы ведем наших клиентов по некой воронке продаж, и 100 человек, в среднем один покупает, к примеру, конверсия 1%. В разных бизнесах по-разному, то есть бывает и выше, бывает и ниже. Вопрос. Что вы делаете с 99% которые отказались с первого раза? Закидываем в соседнюю воронку. Вопрос, да, то есть это вопрос настройки фуллапов, настройки, так сказать, и так далее, потому что если мы этого не делаем, то мы потратили денег. Это же люди отказались от сделки с вами не потому, что у них потребности нет, а потому что именно ваше предложение на этом этапе, оно им не подошло по каким-то причинам. Но потребность-то осталась. Что мы делаем с теми, кто отказался? И чаще всего бизнес этим вообще не занимается. То есть люди говорят, что давайте еще больше, будем привлекать все новых и новых клиентов. Откуда они новые возьмутся? Вы же из Луны не привезете. Если у вас там магазин у дома, то там 500 метров очертили круг на карте, это ваша потенциальная аудитория. Вы больше с ним ничего не сделаете. Если у вас там какой-то битубишный бизнес, у вас тоже будет ограничение по количеству этих людей потенциально. Но в основном, чаще всего, эти клиенты уходят и их компания теряет навсегда. Поэтому если вы знаете, что у вас четко хороший товар или хороший сервис, вы в этом уверены, вы понимаете, что это так, и нет хороших продаж, то есть только две причины. Либо позиционирование не соответствует рынку и вашему товару, либо проблема с прохождением вот этих восьми стадий, которые эквивалентны 12 стадий. 12 стадий взаимодействия между людьми. Понятно ли это? А кто сталкивался с ситуацией «Привет, купи»? Постоянно, каждый день, да? «Привет, купи» работает плохо. С каждым днем будет работать все хуже, хуже и хуже. Наверное, сейчас даже с ней приедут, тут говорят, что «Алё, купи». «Алё, купи»? Да, то есть не купишь даже если нужно. Сейчас ты ничего не говоришь, у тебя в телефоне просто «Купи». Все, и крестика нет. Ну да, например, если вы заходите на веб-сайт компании, вы почему-то сразу в первом окне видите, «Закажи звонок» или «Тебя сразу начинают продавать». Ты даже не знаешь, типа, «Ребята, почему я должен покупать это у вас?» Там нет ответа, там нет непозиционирования. А там просто, типа, «Привет, купи». И вы заходите. Если клиент первый раз, то ты даже, даже если ты будешь трижды горячий, ты ищешь пиццу, но ты не знаешь, у кого покупать. Ты приехал в чужой город. И у тебя там нет тех любимых доставщиков, которые, если они вообще есть какие-то любимые доставщики, но там их вообще нет. И ты приехал, тебе нужно пойти поужинать. Нужно найти какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь гриль, ресторанчик, чтобы съесть любимый стейк. И ты в другом городе. Что ты делаешь? Ты же не идешь «Привет», ты же начинаешь искать, да? У тебя же начинается там целый процесс. Он может занимать короткое время, но тем не менее. Не, понятно, что если ты там голодный, 12 часов ночи работать, только один в ресторан, тебе деваться просто некуда. Но когда вот все-таки их уже несколько, ты начинаешь что-то с этим делать. Это очень крутой инструмент. И если этот инструмент в каждой компании или в каждом конкретном случае там для себя, даже если вы фрилансер, будете рассматривать, то вы поймете, что количество денег, которое вы можете потратить, может быть, первое, а меньше, второе, какие-то вещи можно сделать вообще без денег. Но для этого нужно включать голову и с этим нужно работать. Ну вот из практики могу сказать, что, например, у нас есть клиент французской компании, они занимаются сдачей подъемников в аренду. Подъемники такие, блин, механизмы, которые там используют строители, там на складах используют, да, штука такая. Они из двух типов, дизельные и электрические. Дизельные обычно на улице используются, электрические чаще всего внутри помещения. И эти подъемники заказывают вообще все, кому не лень. Это начинается с шоу-бизнес, строительные компании, склады, там всякие, ритейлеры, там и так далее. То есть всем, кому нужно работать на какой-то высоте, там провести сигнализацию, там сделать вентиляцию и так далее, всем эта система нужна. И вопрос стал в том, что какая проблема, как нам загрузить, сделать так, чтобы у нас вот все машины, которые стоят у нас на складе, чтобы они все были задействованы. Ну, все не бывает, но хотя бы там 85%, чтобы был такой оборот этой техники в постоянной аренде. Потому что когда мы пришли в эту компанию, у них где-то было 60% загрузки, 40% это просто стоит на складе и техника пропадает. Это лизинг, это деньги, это все простое, это многое и так далее, и так далее. Значит, мы, в общем-то, применяем, мы всегда применяем для своих бизнесов, для клиентских, эту историю с воронкой. Мы посмотрели на рынок, посмотрели на историю продаж и поняли, что у них более-менее, у них разные клиенты, но более-менее у них складываются такие отношения в большем количестве для истории продаж со строителями все-таки. Строительный рынок мы поделили на три сегмента. То есть, крупные строительные компании, средние и мелкие. Для чего мы это сделали? То есть, первое, мы понимаем, что в крупных строительных компаниях, в средних и в мелких, решение об аренде техники принимается по-разному. Ну, там вообще все решения принимаются по-разному, потому что в строительных крупных компаниях сидит закупщик, там, да, то есть, в отделе закупок, человек, который отвечает за закупки, ему вообще-то, ну, вообще по-барабану, у него есть там три критерия, цена там, что-то там еще там, и он как-то это делает. В среднем бизнесе это осуществляет в основном, ну, условно говоря, прорабка, то есть, тот, кто непосредственно работает на строительной площадке, и в маленькие строительные компании решение принимает владелец сам. Это три разных способа решения. Может ли быть одно предложение для трех этих компаний? Ну, конечно, нет, потому что они по-разному принимают. У них разные ценности, разные критерии. Техника одна, результат один, но получить три типа клиентов с одного оффера невозможно. То есть, что мы сделали? Мы сфокусировались на среднем строительном бизнесе, опять же, по истории продаж, у них там была логика такая, что они там с ними, как-то у них лучше получается работать. Посмотрели на этих прорабов и провели несколько интервью с этими чуваками, которые на стройке отвечают за наличие этой техники. Ну и выяснилось, что самые-самые-самые большие страхи, за что ответственен прораб, что если техники не будет, техника не будет вовремя на строительной площадке, от этого, причем цена аренды там типа 3000 рублей в день, то есть небольшая цена, но если не будет техники на площадке, то вся компания будет стоять. То есть убыток, отсутствие техники очень-очень большой. И прораб, естественно, получит по голове за это. Второй момент. Прораб жалуется, что часто привозят технику, там, например, электрическая техника, у нее там старая техника, батареи полчаса работают, два часа заряжаешь. Ну, то есть, опять же, простое, невыполнение планов, а все строители и так все делают в последний момент, мы это хорошо знаем. Еще, если в последний момент у тебя все еще ломается, то есть это вообще проблема. Наша была задача сделать им предложение, от которого трудно было отказаться, если мы вернемся сюда. То есть наша была задача сделать вот этот вот, такой оффер, который для них был бы выгодным. На рынке по всей Москве рекламируется техника в аренду, скидка 10%. Ну, то есть, это оффер был у всех одинаковый, практически. Но когда мы все-таки разобрались с этими прорабами, поняли, в чем у них проблема, то наше предложение зазвучало совершенно по-другому. То есть мы подумали о том, что хорошо, мы единственная компания в Москве, которая доставит технику на день раньше, и за это мы не будем брать деньги. Интересно, это уже интересно, потому что это уже начинается вовлечение клиента. Второй момент. Вся наша техника не старше 5 лет, ну, электрическая, потому что именно проблемы с аккумулятором начинаются у техники старше 5 лет. И все, что у нас получается старше 5 лет, мы должны куда-то от нее избавиться. От этой техники, и у нас должна быть новая техника. Это изменение бизнес-процесса. Это не просто голословная штука. Мы должны понять, куда нам деть старье, и должны принять решение, как закупить относительно новую технику. третий момент. Мы говорим о том, что хорошо, то есть если у вас потребность дизельной техники наружной, то мы заправляем полный бак за свой счет. На полном баке в среднем компания может работать три дня, не парясь на эту тему. То есть никто об этом вообще не задумывался никогда. Четвертое усиление оффера. Мы говорим, что если даже вдруг не дай бог сломается что-то там у вас, а эта техника не требует каких-то там прав, то есть любой может сесть и передвигаться. То мы в течение двух часов по Москве пришлем специалистов. Чтобы выдержать это обещание, мы должны это специалиста принять на работу, он должен быть у нас в штате. То есть мы опять меняем условия, меняем бизнес-модель. И пятый момент, если даже специалист что-то не делает, мы в течение суток по Москве привозим технику и бесплатно ее меняем и как бы и так далее. Но при этом мы уже понимаем, что у нас такого не должно быть, потому что это большая издержка и мы начинаем менять процесс подготовки техники к сдаче в эксплуатацию. Проходит жесткий контроль перед тем, как уехать. То есть пять вещей, которые мы сделали, сфокусировались на одну потребность, на одну нишу и мы только на этом уровне закрыли полностью 85% компании техника по столовой бороте. Мы уже не рассматривали другие какие-то сегменты рынка. То есть нам хватило вот этого, чтобы закрыть основную потребность, потому что в этом бизнесе очень трудно масштабироваться, вы не можете взять и предложить больше техники, потому что ее больше... ее надо заказывать на заводе, завод производит там 6-12 месяцев, ну то есть вы быстро не можете нарастить парк этой техники. Поэтому мы все время на пределе. то есть мы как бы довели компанию, она работает на пределе, то есть мы работаем. То есть это никак не связано с тем, что вообще было на рынке, 10% скидка и так далее. Так, понятно ли это? Это серьезный инструмент, с которым нужно работать, если вы начинаете с ним работать, у вас дела... у вас сначала возникает проблема, а потом как бы становится в общем-то все хорошо. Следующий блок у нас будет про позиционирование, то есть это то, о чем мы говорим. У меня вопрос такой, нужный нам перерыв, потому что прошло 45 минут с момента, когда я открыл рот. Он же не школьный. Не просто... А что это значит? Это значит два раза по 45 минут. Нет, ты знаешь, сколько есть, столько сидишь. давайте сделаем еще один перерыв и больше делать не будем. Конечно, поддискнулись. Спасибо. Спасибо. Спасибо.